Не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки должен быть дом, гласит английская мудрость. И с этим девизом встречают каждого нового жителя в участке по отлову и содержанию безнадзорных животных города Бреста. Конечно, четвероногих друзей здесь уже никто не даст в обиду. Работники участка их накормят и заселят в отдельную клетку. Волонтеры специально приезжают, чтобы выгулять. Но разве об этом мечтает собачье сердце? Заветное желание каждого пушистого постояльца обрести свой дом, одного хозяина и подарить ему всю свою любовь и преданность. Участок у нас работает с конца 2016 года, был открыт в декабре месяце. За уже, можно сказать, период, там, 3 года, 4, сделана огромная работа по пристройству животных, по кассастрации животных, по отлову, то есть, ну, по городу намного стало меньше, чем было раньше. Вот, основная проблема у нас это население города Бреста, которые, бывает, не несут ответственность за своих животных. Или выбрасывают. Бывают случаи, ну, раньше было чаще, сейчас в меньшей мере привозили прямо под участок и подкидывали, так как мы не принимаем от населения, так как данный участок это для бродячих животных. Овчарки, спаниели или дворовые собаки без благородных кровей. Когда видишь глаза этих животных, понимаешь, что порода это не главное. Ведь собаки единственное существо, которое любит человека больше, чем себя. Но именно человека становится причиной того, что они оказались на улице. И часто бывает так, что после долгого бродяжничества животное остро нуждается в лечебной ветеринарной помощи. Животных к нам поступает много. В основном мы занимаемся отловом бродячих животных, которые на улице находятся. Есть такие, которые в очень плохом состоянии, которые уже видно, что давно бродяжничают. Есть, которые только, скажем так, потерянные животные, которые потерялись. Если животное больное, мы первым делом, даже если больное здоровое животное, мы его здесь осматриваем, проверяем на микроспории, измеряем температуру. Если больное животное, значит садим его в карантин. Когда животное требует лечения, производим лечение в изоляторе. У нас есть изолятор для больных животных. Мы очень надеемся, что при просмотре данного сюжета чье-то сердце дрогнет. Еще одна собака или кот обретут новую семью. А вместе с тем и доверие к человеку. Ведь, как поется в одной детской песенке, только от жизни собачьей собака бывает кусачей.